Большие перестановки в регионах произвел сегодня президент России. В абсолютном большинстве случаев речь идет не об отставках как таковых, а о перемещениях. Например, губернаторов в кресло полномочных представителей в федеральных округах. Поменялись и сами очертания одного из округов, Южного. Обо всем по порядку в материале Ильи Костина. Масштабная серия кадровых перестановок в федеральных округах и регионах. Начнем с Запада. Владимир Путин принял отставку Николая Цуканова с поста губернатора Калининградской области с формулировкой «по собственному желанию». И подписал указ о назначении его своим полпредом в северо-западном федеральном округе вместо Владимира Булавина. Николай Цуканов занимал свой пост с сентября 2010-го, а прошлой осенью был переизбран на второй срок. Его встреча с главой государства прошла накануне поздно вечером в Кремле. Я очень рассчитываю, Николай Николаевич, что на новом месте работы вы используете все свои знания, для того, чтобы все положительно использовать и в других регионах северо-запада, на которые, безусловно, являются одним из ключевых в Российской Федерации. Спасибо за доверие и постараюсь оправдать это доверие. Временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области назначен Евгений Зиничев, который до настоящего времени в чине генерал-майора занимал пост начальника управления ФСБ по самому западному российскому региону. Кроме того, согласно информации на сайте НАК России, Зиничев возглавляет оперативный штаб антитеррористической комиссии в Калининградской области. В его биографии 30 лет работы в органах еще КГБ СССР и Федеральной службе охраны на разных должностях. Еще один указ Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий губернатора Ярославской области. Сергей Ястребов освобожден от должности досрочно по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области назначен Дмитрий Миронов, который до этого занимал пост замглавы МВД. В разные годы генерал-лейтенант Миронов полиции курировал и розыск, и возглавлял Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. За время службы неоднократно выезжал в горячие точки, принимал личное участие в контртеррористических операциях. Достаточно серьезный регион и труд на крупный транспортный узел. Вы знаете, что в марте этого года проходил президиум госсовета по вопросам транспортной безопасности, где одним из основных выступающих был Дмитрий Миронов, находясь на посту заместительства министра внутренних дел. Он как раз курил вопросы экономической безопасности, противодействия коррупции. Новых полпредов помимо северо-западного получили северо-кавказский и сибирский округа, а Крымский федеральный округ упразднен. Крым и Севастополь войдут в состав Южного округа. Сделано это, как сообщила пресс-служба Кремля, в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов. Согласно указу полпредом президента в обновленном Южном федеральном округе назначен Владимир Устинов. В прошлом бывший генпрокурор и министр юстиции. Устинов в особом представлении не нуждается. Итак, в состав Южного федерального округа теперь входят Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область и город Севастополь. Приветствовал сегодня такое объединение и Дмитрий Казак, вице-премьер правительства, курирующий в том числе и крымскую тематику. На мой взгляд, это очень правильное и ожидаемое было решение, потому что у нас федеральные округа, это всегда большие территории, в экономическом смысле это макро-регионы. И в экономическом смысле Крымский федеральный округ, интегрированный в правовое и экономическое пространство, а мы в этом направлении движемся и уже достигли существенного уровня такой интеграции, это, несомненно, положительный факт. Из Крыма на Кавказ в ранге полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе переедет Олег Беловинцев. Более двух лет, которые пришлись как раз на сложный переходный период, он курировал все интеграционные процессы на полуострове. Давний соратник Сергея Шойгу Беловинцев более десяти лет возглавлял агентство Эмерком МЧС России, координирующее наше участие в международных гуманитарных операциях. На посту полпреда президента на Северном Кавказе он сменил теперь Сергея Меликова, которого глава государства назначил первым заместителем директора федеральной службы войск национальной гвардии, главкома нацгвардии. Кадровый военный, прошедший все ступени воинской иерархии. Пять лет назад Меликов, командующий объединенной группировкой войск на Кавказе МВД России. Затем замначальника главного штаба внутренних войск. Теперь он вновь возвращается, по сути, в обновленные внутренние войска в еще более высоком статусе. Вообще, как считают политологи, то, что новые назначения получили люди, совмещающие в своей биографии работу в силовых структурах и на гражданских должностях, может свидетельствовать и о новом векторе в региональном управлении. Мы точно можем сказать по биографии назначенных управленцев, что это люди-специалисты именно по борьбе с коррупцией. Возможно, именно сейчас это связано, то, что это назначение прошло именно сейчас, связано с тем, что именно сейчас борьба с коррупцией становится темой номер один для федерального уровня власти. Кстати, что касается темы борьбы с коррупцией, от своей должности с формулировкой «за утрату доверия президента» отрешен губернатор Кировской области Никита Белых. Напомню, он сейчас находится под арестом после скандального дела о взятке. Временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области назначен Игорь Васильев. До этого он успел поработать аудитором счетной палаты, а в последние годы возглавлял Росреестр. Такие перемещения из федерального центра в регионы и обратно, по мнению аналитиков, не позволят чиновникам, что называется, забронзоветь и положительно скажутся на результатах работы. Никаких нет спецификаций, что никто не родился в погонах и в сапогах и не должен, значит, умирать у них. Сегодня ты в ФСБ работаешь, завтра в таможне, и послезавтра ты полпред, еще через пять лет губернатор и так далее. Есть единство государственного и властного проспанства в России без всяких феодальных резерваций, местничества. Сменился полпред и в Сибирском федеральном округе. Вместо Николая Рогожкина им стал Сергей Миняйло, занимавший до настоящего времени пост губернатора Севастополя. Досрочно прекратив полномочия Миняйло, Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора города Дмитрия Овсянникова. С декабря прошлого года Овсянников занимал пост заместителя министра промышленности и торговли, а до этого возглавлял департамент региональной промышленной политики этого же ведомства. Овсянников будет руководить субъектом федерации до вступления в должность лица избранного главой Севастополя. Приходят люди, с одной стороны, дистанцированные от бесконечных разборок, в которых погрязли местные элиты, а с другой стороны, при этом, обладающие опытом и пониманием больших систем и необходимым федеральным весом и статусом, который позволяет им эти элиты заставить к себе прислушаться и начать разгребать вот эти вот многолетние застарелые проблемы этих территорий. Скажем, Овсянников, который пришел на Севастополь, работал в Минпроме. Да, сейчас самая актуальная проблема для Севастополя – это восстановление промышленного потенциала этого города, который был, конечно, практически уничтожен за время украинского владычества. Пожалуй, столько личной встречи у президента с новыми полпредами и руководителями регионов за один вечер не было никогда. Но привычный в таких случаях протокол нарушен не был. Рукопожатие, далее разговор продолжается обычно уже один на один. Приветствовал сегодня новые кадровые назначения и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Мы ждали эти перестановки. И когда я услышал указы президента, у меня резко улучшилось настроение. Я очень рад этим перестановкам. Значит, все они обоснованы. Нужно обновление кадров. Делается ставка на людей преданных, честных, с незапятненной репутацией и эффективность. И еще из решений президента. Сегодня Владимир Путин освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России на Украине. Временным поверенным в делах стал Сергей Торопов. Об этом сообщили в МИДе. Илья Костин, Антон Чеховский, Екатерина Овсянникова, Муниса Усманова, Александра Шамне, Первый канал.